Часть однопартийцев Терезы Мэй готовится выдвинуть в среду предложение о проведении нового голосования по вотому доверия премьер-министру, если, как заявил депутат Тори, Найджел Эванс, она не отступит назад. По словам парламентария, новые предложения Мэй по сделке с Брюсселем – это разворот на 180 градусов. Накануне Мэй сообщила. «Мы должны были бы притворить в жизни то, что решил народ на первом референдуме, не требуя от британцев голосовать повторно. Но я вижу, какие сильные чувства вызывают обсуждение этого вопроса в Палате общин. Поэтому правительство решило включить пункт о проведении голосования в парламенте по поводу второго референдума». Однако Мэй готова обсуждать вопрос о повторном плебисците только в том случае, если депутаты поддержат новое соглашение. «Кто считает, что проведение досрочных выборов отвечает национальным интересам, учитывая, что мы до сих пор не сделали то, что должны были сделать?» Против предложения Мэй выступил как бывший министр иностранных дел и сторонник жесткого Брексита Борис Джонсон, так и лидер лейбористов. По словам Джереми Корбина, предложение Мэй – это старая сделка в новой упаковке. «Мы не можем поддержать этот законопроект, потому что в нем фактически прописано то же самое, что мы уже обсуждали. В том, что касается регулирования рынка, таможенного союза, защиты прав, особенно прав потребителей, это соглашение нельзя назвать серьезным шагом вперед». Голосование в парламенте должно пройти через полторы недели. За этим, как заявил глава комитета 1922 года, может последовать отставка Мэй.